Здравствуйте, меня зовут Светлана Александровна. Добро пожаловать в Русский музей. Мы знакомимся с главными шедеврами нашего почти полумиллионного собрания. Один из главных шедевров нашей коллекции визитная карточка собрания Русского музея, полотно Ивана Константиновича Айвазовского, 9-й вал. У меня сразу к вам вопрос, где тут 9-й вал? Тут много волн на этой картине, но я хочу, чтобы вы нашли мне именно 9-й вал. Конечно, та, которая пенистая, которая немножко с левой стороны, на заднем плане, а самая страшная, самая разрушительная волна. Греки считали, что третья волна, самая разрушительная. Римляне считали, что десятая. Но в нашем современном мире и в 19 веке, когда жил художник Иван Ивазовский, 9-й вал, 9-я волна, это был символ как раз разбушевавшейся стихии. Как вы думаете, в этом полотне есть надежда на спасение? Кто думает, что да, поднимите руки. Вся моя замечательная группа оптимисты. А что указывает, какой символ на то, что они спасутся? То, что солнце светит, буря уже прошла. Конечно, спасибо вам огромное. Солнце, ночной шторм постепенно уходят. Вот эта последняя сокрушительная волна, которую нужно пережить этим сильным духом, людям, они пытаются людей соскользнувших вытащить наверх. На картины Ивазовского можно смотреть бесконечно. Его родина Крым. Он родился на берегу Черного моря, в прибрежном городке Феодосия. Он чистокровный армянин. Но мы говорим про него великий русский художник. Армянский народ им гордится и русский народ в полном мире им гордится. Он родился в небогатой совершенной семье. Его мать была искусной вышивальщицей, отец разорившийся купец третьей гильдии, армянская диаспора, которая проживала в Феодосии. Но этому человеку везло. У него не было каких-то катастроф творческих, у него не было периодов забвения, у него не было периодов за почти 83 года, по тем временам это просто очень долгая жизнь, когда у него не было вдохновения, когда он долгое время не творил, не писал. Он постоянно творил, и творил очень вдохновенно. И писал свои картины очень быстро, мы потом про это поговорим. Но как же об этом художнике узнала вся страна? Вот этот мальчик из небогатой семьи, он сам научился рисовать, учился в обычной армянской приходской школе, сам выучился в музыке, у него был еще к тому же идеальный музыкальный слух, он очень хорошо играл на скрипке. И его таланты, и в первую очередь художественный дар, заметил городоначальник Феодосии Александр Иванович Казначеев. Этот человек стал той самой путеводной звездой. Он помогает юному совсем мальчику еще Айвазовскому поступить в Симферопольскую гимназию. Казначеев потом становится таврическим, крымским губернатором, а не только городоначальником одного города. Ну а потом по протекции Казначеева 16-летний Айвазовский приезжает в столицу, в Санкт-Петербург. У него не было денег оплатить учебу в Академию художеств, но это очень большая редкость. Он поступает в пейзажный класс на казенное государственное обеспечение. Если у меня спросите, кто учителя этого художника, я скажу, у него не было учителей. Ну, ему просто позволяли развиваться, видели художники-пейзажисты, профессора, взрослые художники, маститы, что этому юноши, столь талантливые, пишущие морскому стихию, они ничего дать не могут. Они не так в этом плане, именно в этом ключе талантливые, как он. Главный учитель – это море. Он постоянно, когда жил в Петербурге, берег Финского залива, практика на Балтийском море, он изучал модели гражданских военных кораблей, он познакомился за многими знаменитыми флотоводцами именно тогда, еще в молодые годы. Но душа его рвалась туда, на родину, на берег Черного моря. Когда ему было около 30 лет, он построил по собственным эскизам дом и мастерскую на берегу Черного моря. Он считал так, что если у художника нет воображения фантазии, наверное, не искусством, а чем-то другим нужно заниматься. И море же с натуры не напишешь, но вы можете, конечно, лунную дорожку писать и застывшую гладь воды, я думаю, и у меня, и у вас неплохо бы получилось. А вот так, когда каждую долю секунды меняется освещение, положение волн, это мгновенное состояние, это как будто сфотографировано фотографом. Без фантазии и без феноменальной фотографической зрительной памяти – это просто нереально. Да, окна мастерской на море не смотрели, но зато у него уже идеальный музыкальный слух. Он, сидя за мольбертом, когда писал эти полотна, он слышал музыку волн, он слышал шум прибоя, накатывающегося на берег, и вот это его очень вдохновляло. Он делал вот какие наброски. Он намечал, если есть берег, тут берега нет, линию берега на переднем плане, линию горизонта обязательно всегда намечал, если горы какие-то, да, где эти горы заканчиваются, то есть у него получали, скажем, две-три палочки на маленьком клочке бумаги, это эскиз, и точка, солнышко, да, с одной и с другой стороны. Вот это вместо эскиза. Вы знаете, этот год у нас особенный, ведь летом этого года Ивану Константиновичу 200 лет со дня рождения исполнилось. Вы были на нашей временной выставке в корпусе Бенуа? Были? Да. Это было несколько десятков работ, около десяти залов. Корпус Бенуа – это другое наше здание, которое выходит на канал Грибоедова. Расскажите, что творилось в залах, и когда столько моря на вас, вот подобного бушующего, обрушилось, что вы испытали? Было очень интересно, еще было очень много людей, было почти не подобраться к картинам, но мы ходили, смотрели на картины, было очень интересно, рассказывали тоже классно, мне понравилось. Там не только наши работы, там что-то из Феодосии приехало, там работа из Центрального военно-морского музея, где в основном как раз морские баталии, такая серьезная тема. А что-то приехало из Москвы, из Третьяковской галереи. Это были работы, собраны самые лучшие картины совершенно из разных мест. А как у него реальная волна получается? Это же жирная масляная краска. Это тончайшие лессировки. Он наносит слои, новые краски, такую вот беленькую паутинку, вот это как кружево свое плетет сеть волн, барашки на воде. И вот от этого он соединяет, скажем, светлые мазки, а на них темная сетка, или наоборот, на темной волне светлая паутинка вот этих волн. И получается действительно ощущение объема, получается ощущение настоящей движущейся волны. И Айвазовский часто сам попадал в шторм. Он на корабле, там много людей было на этом корабле, плыл из Англии в Испанию. Иностранные газеты написали, что корабль утонул, и великий художник Айвазовский умер вместе с пассажирами этого корабля. Айвазовский, он потом сам вспоминал, что все люди на корабле, они думали, что последние секунды их жизни, они очень боялись. А он писал, что я не боялся, я восторженно все это воспринимал, хотя действительно это мог быть последний миг его жизни. Судьба к этому художнику была очень милостива. Он почти сразу в юношеские годы стал любимцем российского императора Николая I, а потом всех последующих императоров. Когда он умирает, уже правил последний император Николай II, он был любимцем руководителя военно-морского ведомства великого князя Константина Николаевича. Он был обласкан влиятельными особами, он получил очень много орденов, медалей, наград. Скажу, он был первым русским художником, который после выставки в Париже получил орден почетного легиона, высшая награда Франции. Когда ему 80 лет исполнялась вся черноморская эскадра, встала на рейд у берегов Феодосии, тем самым они великого художника поздравляли с днем рождения. Он в первый раз женился по очень большой любви на дочери английского врача, не простого врача, а лейб-медика императорского двора Юлии Гревс, его первая жена была чистокровной англичанкой. И за год до создания этого полотна появилась на свет в 1849 году их старшая дочка Елена, что 1850 год появилась на свет вот эта картина, а, скажем, следующий после нее год, 51-й, еще одна дочка появилась, Мария, а 52-й, это все подряд, да, я года называю, дочка Александра. 33 года ему было в 1850 году, когда написал он самую известную картину, главный шедевр всей своей жизни. Он почти все время проводил в любимой Феодосии, которая его вдохновляла, именно там он мог такие шедевры писать. Ну, а Юлия Гревс, благо у супруга, было много денег, он был не только известным, но очень обеспеченным человеком. Она хотела, понимаете ли, блистать в светском обществе, но и дочки подрастали, нужно было кавалеров им искать будущих супругов. И в итоге последние годы жизни очень плохие отношения. Ему было уже 65 лет почти. Он влюбился последний раз очень пылкой. Она была тоже армянских кровей, как и он. Она тоже из Феодосии, коренная жительница городка Феодосии. И она тоже любила родной город, она тоже не хотела никуда оттуда уезжать. Она стала верной спутницей и подругой. Ее звали Анна Саркисова. Она такая молоденькая, она уже успела овдовить. Ее муж-купец Феодосийский к тому времени умирает. Он работал, творил до последнего вздоха. Накануне смерти у него на Бальберте стоял пейзаж, гибель турецкого корабля, почти уже законченная картина. У него по тем временам рекордное количество прижизненных выставок. Он каждый год выставлялся везде, даже в Турции. И он дружил с одним из турецких султанов. Мы знаем, что Россия и Турция в 19 веке неоднократно воевали. Он жертвовал огромные суммы денег родному городу. Он инициировал строительство железной дороги. Он давал деньги на строительство водопровода. До этого феодосийцев, представьте себе, не было. Он построил фонтан, он построил церковь, он построил археологический музей, музей древности. Он спонсировал раскопки греческих поселений на территории Крыма. И сам был в юности активным участником этих раскопок. За почти 83 года жизни, по его же собственным словам, он сотворил 6000 вот таких сложных морских пейзажей. Так как юбилейный год 200-летия Айвазовского исследования, жители России спрашивали, кто ваш самый любимый художник. И как вы думаете, большинство людей какую фамилию называют? Айвазовский. Иван Константинович. Иван Константинович.